Пока власти Армении готовятся к внеочередным парламентским выборам, народ все так же бедствует. Люди осознают всю плачевность ситуации внутри страны. Ухудшается экономическая и социальная ситуация, растет число бедных и безработных. Тем, кому и вовсе уже туго покидают страну. Азат Учум провел опрос среди жителей Ванадзоры, чтобы узнать, решат ли досрочные выборы проблемы в стране и кого они хотят видеть у власти. Одни надеются на предстоящие выборы, другие говорят, что даже выборы не решат кризис. Нет надежды, что будет хорошо. У нас нет будущего. Жизнь стала очень тяжелой. Никола Пашиняна ни в чем не обвиняю. Он справедливый человек. Во всем виноваты бывшие, власти и оппозиция. Они угробили страну, не дают нашему премьеру работать и вывести страну из кризиса. Пока бывшие руководители рвутся к власти, ничего хорошего не будет в нашей стране. Пашинян должен быть сильным, должен бороться против этих оппозиционеров и не допустить, чтобы они пришли к власти. Он много сделал для нашей страны, а что сделали эти бывшие власти? Абсолютно ничего. Делают только то, что мешает ему работать. Нужно, чтобы Никол Пашинян остался. А этот Роберт Кочарян больше никогда не должен быть у власти. Он ничего хорошего не сделал для народа. Опрос был проведен также в Ереване на тему, хотят ли граждане прихода к власти экс-президента Роберта Кочаряна, который возглавит оппозиционный блок. Армянское общество этой новостью, мягко сказать, не обрадовано. Возвращения к власти карабахского клана никто не желает. Никогда. Причины всем известны. Кресло премьер-министра не для него. Он должен быть за решеткой. Удивляет, что вы вообще произносите имя такого человека. Нет, никогда. Я очень плохого мнения о Кочаряне. Мы знаем, какие он преступления совершил. Мы все против него. Нет и нет. Абсолютно нет. Разве за такого человека голосовать можно? Он обокрал всю Армению. Конечно, нет. Мы видели, что произошло во время их правления. В стране все знают, что кроме плохого он ничего хорошего не сделал для народа. Отметим, что 20 июня текущего года в Армении запланированы внеочередные выборы. Среди кандидатов есть и Роберт Кочарян. Он намерен возглавить оппозиционный блок. Однако граждане Армении категорически против возвращения бывших руководителей, так как прекрасно понимают, что они ничего хорошего не сделали и не сделают ни для народа, ни для страны. Жители жалуются, что невозможно больше жить в стране, где цены на продукты достигли рекордной величины. Ситуация в стране ужасная. Все подорожало, в том числе и продукты питания. К сожалению, наши доходы не растут, и все это влияет на наше социальное положение. Если бы нам не помогали из других стран, мы бы даже выжить не смогли. В стране работы нет. А если где-то что-то и есть, то зарплата мизерная. Невозможно больше так жить. Поэтому многие из моих знакомых стараются уехать в заграницу, так как постепенно все будет еще хуже. Все очень плохо. И не только у меня. Сегодня 70-80% населения сталкиваются с огромными проблемами. Как жить дальше? В данный момент я сама ищу работу. Карабахская война сломала хребет армянской экономики, ухудшила без того тяжелую социальную жизнь граждан Армении. Причина сложной и тяжелой ситуации в Армении еще и в том, что страна долгие годы находится в блокаде. И сегодня будущее Армении зависит от нее самой. Было бы лучше, если эта страна, вместе с того, чтобы мечтать о реванше, согласилась без позиций региональных стран, в частности Азербайджана. Это единственный правильный выбор, так как Армения будет развиваться, а люди хорошо жить. Реально. Реально. Продолжение следует...